так что я не знаю поздравляете ли вы друг друга с новым годом вот в этом смысле в календарном потому что я знаю что с осени новый новый год начинается и в действительности оно как-то так и идет для меня для нашей церкви также хоть есть календарный новый год вот типа 1 сична сичня 1 января но все равно как рабочий год и какое-то понимание перспективы божьей все равно нас с осенью начинается хотим мы не хотим как-то так вот оно пошло бог так утвердил поэтому друзья тем не менее с новым годом да еще раз с календарным но повторюсь что уже бог действует в этой новизне в этом обновлении я думаю с момента обновления хануки и вот все эти дни ханукально рождественско новогодние вот в этом смысле календарном новогодние календарно новогодние в этом смысле в этом всем есть такой период обновлении период обновления и я сторонник не просто календарных праздников или календарных каких-то особых дней я сторонник вот этих божьих периодов повторюсь вечуватые это движение духа и я убежден что как и каждый праздник в писании он указывает на христа с одной стороны но также в каждом этом моменте есть какой-то особый вплыв особое действие влияние духа божьего в каждом поколении аминь поэтому повторюсь вот этих ханукально рождественского новогодние дни люди возможно не обращают на это глобального внимания но это период это такой период для того чтобы мы переживали обновления мы переживали обновление и не просто так мы видим вот эти образы в писании сегодня мы говорим ветхий завет новый завет хотя это все писание да все и оно благодухновенно но мы видим эти образы обновления храма в новом завете мы храм и вот эти идеи обновления вот эти моменты праздничных дней хотя ханука не считается библейским праздником с точки зрения основных праздников да которые господь утвердил но тем не менее мы видим в евангелии от иоанна как христос в дни обновления возможно это обновление было связано с непосредственно обновлением храма после маковейского восстания да против того как против после того когда греческое влияние было свергнуто ну и и таки да ханука она утверждена именно в память этого но в самом слове обновление обновления я думаю что то больше чем воспоминания о историческом событии который ярко описан у иосифа флавия возможно многие из вас читали если не считали очень рекомендую почитать и иудейские древности иудейские войны и иудейская война там много чего описано в параллель писания и тогда контекст исторический он намного больше и яснее когда мы читаем писание так вот друзья мои повторюсь что обновление я думаю что это не только вот фрагмент исторический фрагмент который был но в этом есть нечто больше нечто целостное нечто постоянное и не просто так давид царь давид он в псалмах он взывает богу он поклоняется и мы пели сегодня хвалы душа моя господа эту потрясающая песню поклонения когда он говорит душа поклоняйся господу прославь бога вся внутренность моя святое имя его 102 псалом в синодальном синодальной библии потому что украинской есть вы знаете да есть на один сам смещение но тем не менее прославь господа душа моя он исцеляет он прощает он исцеляет недуги он защищает избавляет от могилы жизнь мою венчает меня милостью и щедротами насыщает благостью желание моё и вот здесь обновляет подобно орлу юность мою обновляет юность мою да и сая говорит как орлы обновляются вот здесь сразу же параллели вот эти делаю обновляется апостол павел говорит о том что под вдохновением божьим что наша внутренность наш внутренний человек он обновляется он обновляет если внешний лет если внешне приходит в разные состояния он как-то меняется вот в каком-то таком странном моменте когда мы смотрим на себя в зеркало да то периодически мы видим какие-то виды изменения то внутренний наш человек он обновляется он обновляется и вот этот процесс обновления он очень важен именно об этом я хочу сегодня оставшееся время поговорить и помолиться вместе чтобы мы переосмыслили сфокусировались помолились потому что есть благодать бога для обновления для обновления для всех нас и если мы как церкви как община как церковь мы как божий народ мы видим эти божьи маневры божье движение божье шалом брат божьи прикосновения божье излияние и реагируем на них то через нас это затрагивает все вокруг нас затрагивает наш город и нашу страну если мы сегодня говорим об обновлении давайте будем верить что обновление божье но может проявили проявляться как в нашей жизни и через нас это затронет всю всю нашу краину нынку украину аминь давайте склоним голову и помолимся непосредственно слове дорогой дух святой мы вдячны тебе боже за твою присутность мы очень мы мы дужи благодарны тебе мы мы ценим твое присутствие мы открыты в своих сердцах продолжает действие свое все что ты начал в момент начала восхваления как ты начал действовать в этом обновлении радости в этих исцелениях в этом укреплении пусть вся полнота для этого собрания будет сегодня явлена полнота твоей воли славы силы пусть проявится во всей полноте обновление умножится шалом в сердцах и в разуме для каждого из нас здесь а мы всю славу за это отдаем тебе и пришло время принимать нам слово дух святой или продолжать принимать нам слова я прошу тебя пусть слово будет подобно светильнику который освещает нам путь пусть слово будет подобно молоту которая сокрушает твердыни в наших жизнях пусть помазание слова разобьет всякое ермо всякое давление которое есть сегодня на жизни каждого из нас здесь собрание или все кто с нами в онлайн пусть помазанья разрушает это ермо это бремя рабство во имя иисуса христа проведи нас большую славу и силу посредством слова мы отдаем тебе всю пашану всю подиаку мы мы поклоняемся тебе наш господь и царь и шо хамашиях аминь 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 и как говорится лихаем итак я думаю это пророческое послание и она называется время обновления час обновления время обновления и давайте прочитаем евангелие от иоанна 10 главу с 14 по 23 стих я есть пастырь добрый и знаю моих и мои знают меня как отец знает меня так и я знаю отца и жизнь мою полагаю за овец есть у меня и другие овцы которые не сего двора верите опять ага во первых иудеи потом елены так что как нас не отцепитесь есть у меня и другие овцы которые нас не сего двора и и тех надлежит мне привести и они услышат голос мой и будет одно стадо и один пастырь и мы читаем дальше большой отрывок потому любит меня отец что я отдаю жизнь потому любит меня отец что я отдаю жизнь мою чтобы опять принять ее никто не отнимет ее у меня но я сам не отнимает ее у меня но я сам отдаю ее имею власть отдать ее и власть имею опять принять ее сию заповедь получил я от отца моего от этих слов опять произошла произошла между иудеями распря многие из них говорили он одержим бесом и безумствует что слушаете его другие говорили это слова небесноватого может ли бес отверзать отче слепым настал же тогда в иерусалиме праздник обновления и была зима и ходил иисус в храме в притворе саламоновым аминь остановимся здесь итак мы видим как в эти в дни обновления происходили очень интересные события я повторюсь что я убежден что дух божий он не случайно выбирает какие-то периоды он не случайно являет какие-то пророческие перспективы образы слова в те или иные моменты в писании я не верю в случайности я не верю какие-то просто набор слов все писание оно богодухновенно и бог проговаривает и говорит нам через все эти образы истории жизни людей прямую речь ли бога или какие-то фрагменты каких-то взаимодействий через все это бог говорит к нам живущим здесь двадцать первом столетии аминь бог он не молчащий бог и он продолжает говорить он не замолчал после пророка малахи вернее тогда он как бы замолчал да да но до рождения христа но бог сегодня он продолжает говорить в сыне он продолжает говорить через свое писание писание оно живое она дышит она говорит и с одной стороны это просто книга с другой стороны если мы это воспринимаем как божье слово оно является для нас божьим словом и это меч обоюдоостры или как бы или образ меча обоюдоострова который разделяет духовное и душевное внутри нас и дает нам понимание правильных решений правильных действий того что бог имеет для нас в этом конкретном моменте нашей жизни в конкретной ситуации через ту или иную историю мы можем воспринимать это просто как историю израильского библейскую вернее историю израильского народа но можем относиться к писаниям и ко всем изучением торы относиться к тому что бог проговаривает ко мне лично аминь и и и когда мы воспринимаем вот так писание тогда оно живое для нас тогда таки да но разделяет нам наш дух и душу и мы точно понимаем где мое где божье где человеческое где божье где духовное где душевное аминь нам легче тогда делать какие то решения и нам легче сегодня в начале календарного нового года нам легче пережить вот это понимание обновления что иисус что то говорит в эти дни обновления он говорил тогда и через две тысячи лет эти слова все еще живые все еще действенны они не остались там в храме в притворе соломоновом когда иисус говорил подобные слова они сегодня все еще живые для кого-то кто воспринимает это как живое слово и господь говорит что он пастырь наш он пастырь наш он пастырь он будет заботиться он хочет заботиться мы знаем эту параллель а целом 22 синодальном тексте синодальной библии господь пастырь мой когда ты смотришь вперед на этот год не забывай кто твой пастырь не забывай кто твой пастырь господь говорил в эти дни обновления и говорит сегодня я твой пастырь я позабочусь о тебе если долина смертной тени если все еще шахеды и ракеты они будут лететь то его жезл и посох он успокоит тебя и выведет тебя из этой долины смертной тени буквально во втором 22 псалом успокаивает меня буквально и выводит меня из долины смертной тени если я пойду то но и в этом псалме есть еще потрясающая истина о нашем пастыре что он делает он накрывает трапезу победы он не накроет он он накрыл нам трапезу перемоги аминь мы можем ждать перемогу и давайте это делать безусловно для нашей краины но поперше нужно пережить свою личную перемогу свою личную победу внутри себя над своими страхами над паникой над над тем что из-за стресса войны сегодня многие люди мы спелкуемся мы разговариваем с людьми и с висковыми и с цивильными и это интересная картина многие люди они как бы да да они хотят 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 чтобы все было доброе чтобы да мы переможем да 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 но они как будто бы не видят будущего своего это состояние стресса иногда когда человек уже даже не думает что он в стрессе он просто в стрессе и давление войны оно как бы ограничивает взгляд человека на свою будущность мы здесь и вот эти страхи мы можем перемахты мы мы должны побеждать потому что это все внутри нас поперше и тогда мы сможем помочь людям вокруг нас и когда мы это переможем когда как когда мы это перемогаем когда мы фокусируемся на христе начальники и совершители нашей веры двенадцатая глава мы не будем открывать я процитирую двенадцатая глава послания к евреям одиннадцатая глава глава веры где повествуется вот весь этот путь это такой короткометражный фильм вообще-то всех всех поди от бытия по сути до новозаветного времени и двенадцатая глава начинается с того что имея вокруг себя такое облако свидетелей такой пример того как бог действовал в жизни этих людей писания имея это облако свидетелей свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех вот это бремя давление войны оно давит его нужно периодически сбрасывать потому что она возвращается пока идет война свергнем себя и будем продолжать предлежащее с терпением предлежащее нам поприще буквально господь поставил нас на определенную дистанцию он не ошибся он поставил нас в этом поколении в этой стране он не ошибся что мы как общины как церкви мы есть в этом поколении в этом моменте войны почему за что а это потому что то а это там украина грешная там и то то да она не грешнее чем другие страны я вас умоляю посмотрите на западные страны на ту же россию или какие-то азиат украина не грешнее и мы не копаемся почему за что и надо всем покаяться в украине и так всем покаяться надо по всей земле по большому то счету да но в действительности мы не копаемся во всем этом мы хотим стать светочем мы хотим должны быть светильником наверху горы в этом времени бог не ошибся он знает что именно община церковь народ божий в этом поколении может нести эту надежду на будущность мы здесь это очень важно это очень важно когда мы идем в этом новом году в календарном новом году обновиться перепосвящать свою свою жизнь богу обновиться обновиться в понимании того кто он он мой пастор обновляться 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 обновиться и эту дистанцию длиною в календарный год продолжить не просто бить воздух аминь но продолжить это поприще с терпением потому что господь поставил нас на него аминь и еще одна мысль обновлении потому что у господа для каждого дня для каждого периода есть вот эта благодать для обновления когда ты говоришь я уже устал когда это закончится вот если у тебя есть такие мысли дзынь это звонок тебе нужно обновиться тебе нужно обновление мне нам нам нужно это обновление потому что оно ж такое дело аминь и обновление это как сегодня много про гаджеты говорят дети удивлялись что молятся о том чтобы они меньше были в гаджетах иногда и о взрослых нужно помолиться чтобы они были меньше меньше в гаджетах но в любом случае если у тебя есть гаджет у тебя есть или андроид или любая другая модель там эпловская то есть функция обновления вы встречались с этим это очень интересно что вот обновление у господа есть всегда когда тебе нужно и оно всегда приходит в твою жизнь но есть нюанс когда тебе мне когда именно нам нужно запустить этот процесс обновления он пришел он есть доступ благодать открыт там же в послании к евреям 4 главе говорится чтобы мы приходили к престолу благодати чтобы получить благодать и помощь от господа аминь все открыто обновление есть оно даже сейчас есть для тебя оно пришло в твою систему но нужно сделать пуск есть момент когда оно приходит оповещение есть обновление и ты смотришь ага оно уже есть но пока ты не сделаешь старт это обновление не проработает там все не уберет какие-то баги не уберет какие-то сбои а оно не сделает это обновление оно есть у тебя оно прям в твоем телефоне это обновление но пока ты не сделаешь старт оно не будет полезным мы здесь халллюя слава господу так же и в нашей жизни обновление от бога оно всякий раз направлено к тебе даже прямо здесь в момент поклонения мы пели достоин достоин или мы танцевали ну вы танцевали я пританцовывал да даже в этот момент обновление оно есть аминь но внутренним своим решением нам важно принять это обновление это касается нашей веры как правило это касается того что приносит свет в наш разум потому что иногда даже мы христиан верующие мы закрываем глаза и мы не видим своего будущего потому что мы не знаем что там в голове в головах у этого коллективного зла в нашей соседней стране и мы только надеемся на то что бог ж я справедливость она проявится или верим в это безусловно но иногда повторюсь нам нужно обновление потому что когда у нас есть вот эти звонки страх переживания депрессивное состояние подавленность и особенно когда мы не понимаем что мы не можем даже спланировать чего-то на этот год потому что мы не знаем что будет завтра это как бы реалии жизни но все это для нас сигналы что нам нужно таки да обновление таки да и я быстро проговорю три основных три основные грани в чем нам нужно обновиться обновляться периодически или сегодня я думаю господь он ведет нас именно в этом здесь и во-первых мы вообще идея обновления как я сказал выше обновления храма да и мы с вами кто таки да мы храм в послании коринфянам апостол павел под вдохновением божьим сначала в 3 главе потом в 6 главе он говорит об этом господь через павла говорит нам об этом что мы в 3 главе говорится о том что мы все вместе как собрание мы есть храм божий в 6 главе уже персонально каждый из нас мы есть эти храмики мы этот дом божий мы этот храм божий и как ветхозаветный храм он нуждался в обновлении мы читаем как разные цари приходили в иудеи и кто-то не ходил путями отца своего давида и тогда храм был в запустении а кто-то ходил путями отца своего давида и тогда всякий раз происходило обновление храма открывались двери вычищалось и так далее и так далее и так далее и это не просто история народ это для нас инструкция что нам таки да нужно периодически делать проверочку такой мониторинг своей жизни на что-то что-то что насчет наших реакций на те или иные ситуации что насчет моего сердца моего разума кипит возмущенно он или вообще он уже не кипит а такая инертность В мозгах. И нам периодически нужно это делать обновление. Обновление храма. Первое, это пункт, в чем нам необходимо обновление. Это путь обновления. Это обновление нашего храма периодическое. В эти дни. Это хорошее время сделать такую инвентаризацию своего храма. сделать обновление, что-то почистить, что-то перезапустить. Аминь. И это всегда касается нашего разума. Когда мы говорим о нашем храме, это касается в первую очередь нашего разума, всего нашего тела, дух, душа и тела, безусловно. Но когда наш разум, он блокирован, когда он не слышит нашего духа, нам нужно что-то почистить здесь, нам нужно обновление. Как мы можем сделать обновление своего разума? Как мы делаем обновление своего разума, опять же, Писание, оно дает нам ответы на все вопросы, и Писание трактует само себя. В Писании мы, очевидно, однозначно видим послание Кремлянам, 12 глава, 1-2 стих. Итак, опять же, апостол Павел под вдохновением Божьим, по сути, сам Бог говорит нам, «Умоляю вас, братья и сестры, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного, осознанного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Вот мы видим однозначный момент обновления в своем разуме. Нам нужно постоянно сделать это обновление, честно говоря, но особенно сейчас, в эти дни, хорошее время, когда мы можем перезапускаться. Нам нужно переосмысливать. И вся эта глава, обычно мы не идем дальше, мы обычно знаем эти стихи и говорим об обновлении разума. Но контекст здесь однозначен, когда мы читаем всю главу, а иногда нужно, чтобы понимать контекст, нужно прочитать несколько глав, а иногда книгу, не чтобы Библию и контекст понять, нужно все прочитать, правда? Так вот и здесь, здесь не говорится сугубо о познании Божьей воли «я мне мое». Как правило, мы хотим увидеть здесь Божью волю для себя лично, вот чтобы как-то, вот мне нужно обновиться в разуме, чтобы понимать Божью волю. Да, и это так же. Но, во-первых, здесь говорится о конкретном твоем служении, обновлении. Первый стих, представьте на дело служения себя. Второй стих, обновитесь в своем разуме, что уже не я живу, но Христос во мне. И дальше Павел начинает очень скрупулезно объяснять, в чем тебе и мне нужно обновиться, какую Божью волю понять, касательно чего. И он, вы помните, что там дальше говорится? Он продолжает говорить, если ты имеешь такой-то дар, действуй в нем. Учитель – учительствуй, благотворитель – благотвори, поешь – пей, лихаем, духом пламеней, Господу служи, тот же Павел говорит. Аминь. То есть, если мы хотим остаться твердо, стоять на наших ногах, нам нужно уразуметь одну важную вещь. Просто попытаться жить хорошо, может, я кого-то расстрою, не получится. Вот просто попытаться прожить хорошо оставшуюся жизнь, сколько там Господь нам всем отмерил, просто прожить не получится. Всегда будет что-то, что будет тебя приводить в уныние, в депрессию, в раздражение и так далее. Но, если ты будешь пытаться жить хорошо, исходя из того, из 12 главы, что я обновляю свой разум в понимании Божьей воли, что Божья воля, чтобы таки, да, я служил своим даром, своими финансами, своим каким-то талантом, служил людям вокруг себя. Дело служения – это не только сцена, дело служения – это каждый на своем месте. Там же Павел говорит в первом стихе, представь тело свое в жертву живую разумную для разумного служения, живую благоуку, для разумного служения. На каждом месте. Ты – служитель Божий. Друзья мои, я в пастырском служении уже пару десятков лет, и, наконец-то, я понял, что весь смысл не во мне, весь смысл в нем. Точно так же, как две тысячи лет назад, Мессия, Христос, он пришел делать дело Божье, он говорит, моя пища – творить дело Божье, волю пославшего меня. Другими словами, он говорит, смысл моего бытия здесь – это служить настолько, чтобы в конечном итоге даже принести себя в жертву, умереть и воскреснуть. Аминь. И вот он не изменился в смысле продолжать делать волю Отца. Он не изменился. Он говорит, я ухожу, вы остаетесь, и дела мои вы продолжите делать, и даже больше продолжите делать. И мы же как думаем? Мы думаем, а, он воскрешал мертвых, то мы, наверное, больше дело, что еще сделать? Мы даже не знаем, но думаем, ну мы десятки мертвых будем. То есть мы сугубо на эту сферу, вот в его слова, когда он говорит мои дела, мы же смотрим сугубо на это. Но его дела были показать Отца, видевший меня, видел Отца. Его дела были быть милостивым, женщина, заставшую в прелюбодеянии. Его дела – это являть Божью любовь. И также молиться за исцеление там и так далее. У нас же, как у, знаете, харизматического поколения, у нас же все сводится только к одному – бесов изгнать, всех исцелить. Да, но это тоже надо. Не без этого, да, бесов всех надо изгнать. Но когда мы замыкаемся сугубо на этом, мы пропускаем целую палитру дела служения и, соответственно, движения Бога через нас. Аминь. Это очень важно, я подведу итог. Обновись в понимании своего дара служения и в правильном отношении к ближним. Просто обновись в этом. В этом будет Божье движение, в этом будет Божья благодать. Ты будешь счастлив от этого. Этот год будет, даже если война продлится еще какое-то время, ты будешь жить, когда ты обновлен. Дай Бог, чтобы она уже быстрее закончилась, конечно же. Да, и аминь. Итак, обновление разума в этом контексте. Подумай об этом. Пусть эти слова не останутся здесь. Я убежден, что Бог говорит к нам сегодня. Не игнорируй это. Поработай с этим в своей личной жизни. Второе, очень быстренько, обновление жизни, конечно же, нашей внешней жизни. Это очень сильно, это ярко показано нам в Писании. Пророк Исаия, 40 глава, 31 стих. Классика, как говорится, в вопросе обновления нашей жизни. Исаия 40, 31. Там Господь говорит через пророка, что жизнь есть жизнь. Усталость приходит. Даже молодые люди, они устают, они падают. Исаия 40, глава, 31 стих. Может, я вам не дал. То есть, в этих словах Господь говорит. Разве ты не знаешь, 28 стих, я читаю чуть выше, но вообще 31. Да, и Господь говорит, от меня приходит сила. Жизнь есть жизнь, мы устаем, люди устают, молодые люди спотыкаются и падают. Да, но, но, 31 стих. Надеющиеся на Господа, обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Надеющиеся на Господа. Надеющиеся. Буквально, надеясь на Господа здесь ожидающие Бога. Вот ожидание Бога в своих личных страхах, в каких-то негараздах, ожидание проявления Божьего движения, делает невероятнее. Вот этот сам момент ожидания. То есть, что такое ожидание? Это твое упование на Бога. Это и есть твоя вера Богу. Не в существование Бога. У тебя есть вера? Ты веришь? Да, я верю в Бога. Все верят, бесы тоже веруют и трепещут. Мы говорим о Божьей вере, то есть доверие Богу. Когда мы не видим, что там впереди, но мы доверяем Богу. Это дает обновление силы. Это сверхъестественно. Это сверхъестественно. В твоей естественной части тела приходит обновление. Итак, первое, мы говорим сегодня о том, что сейчас есть время обновления. Давай отреагируем на это. Бог дает это обновление. Давай отреагируем на это. И как мы отреагируем? Вот этот старт, да? Оно есть, это обновление, но нужно запустить. Как мы отреагируем? В чем нам нужны обновления? Обновления храма. Во-первых, наш разум. Давай в этом году возьми, переосмысли, начни говорить с Богом о том, как ты можешь служить Богу, вернее, людям. Мы служим Богу обычно через то, что мы служим людям. Возможно, возьми пост на этот год. Если ты никогда не ходил на кормление в базарном сквере, возьми такой пост для себя. Или раз в месяц, у вас каждый четверг? Или раз в месяц, или каждый четверг, возьми, сделай вот такую дистанцию. Послужи этим. Если у тебя что-то получается в этом, ты можешь готовить, ты можешь говорить с людьми. Подключись. Ты будешь переживать неимоверное обновление в своей жизни. Серьезно. И в этом ты точно обновишься в своем разуме, что таки, да, Божья воля, это не только касается каких-то истин для меня, но Божья воля и в том, чтобы я являл, явил, являл его этим людям вокруг меня. Это обновление разума. Второе, мы говорим, в чем нам нужно обновиться, это обновление жизни. Мы устаем, мы устали от войны. Но я вам хочу сказать, мы сполкуемся с висковыми, они еще больше устали на передовой. Есть масса ребят, которые просто вот с 24 февраля, как пошли в военкомат, так по сей день они воюют. Слава Богу, что они воюют. Аминь. И когда ты устаешь, подумай о них. Это такой просто человеческий фокус. Но если еще более сильное обновление тебе нужно, ожидай Господа в своей усталости. Не ропщи, начни выражать благодарность Богу. Начни говорить, Господь, я благодарю тебя за силу, за свободу от страха и так дальше. И обновление, оно сверхъестественно проявляется в нашем естественном. И третье, последнее, в чем нам еще нужно обновиться, это обновиться в пророческой перспективе. Я особенно в эти дни говорю об этом. Потому что, если не мы, народ Божий, то кто будет давать эту пророческую перспективу для нашего народа? Я вам объясню, что я имею в виду. В последнее время, вот осень, Новый год, Новый год, как-то все застопорилось, да, партнеры, что-то там с этим оружием там и так далее. И хотим мы или не хотим, как бы мы ни кричали, что мы не от мира сего, на жительство на небесах. Это вообще не об этом. Но люди обычно вот так вот ответственности сбрасывают с себя касательно происходящего вокруг. И они вот начинают цитировать вот эти места священного писания. Хотя, повторюсь, они вообще не касаются повседневной нашей жизни, как таковой. Так вот, но в этом времени, вот осенне-зимнем, пришло какое-то разочарование. Пришел момент, а я очень позитивный сам по себе. Как человек у меня вот такой позитивный всегда настроит. Это все будет доброе, все будет хорошо, прорвемся там, там такое все, знаете. Ну, харизматичный такой проповедник я, да. Но это по жизни всегда. Но здесь, и касательно войны, мне всегда говорили, а что с войной, а сколько она, о, война продлится так долго. Это ж потому что, я говорю, да не продлится она долго, все будет доброе, там и так далее. И мы так и молились, мы так и пророчествовали. Украинское чудо, это наш такой слоган, который Бог дал нам однажды в молитве об Украине. Украинское чудо имеется в виду как параллель азиатское чудо. Кто с экономикой это самое связан, то азиатское чудо. То есть это когда поствоенная, там, например, Южная Корея, Япония, как они выстрелили в конечном итоге и стали мировыми такими ведущими державами экономическими. Очень быстро там они восстановились. Ну, да ладно. Вот азиатский, есть такой термин, азиатское чудо. И мы стали молиться об украинском чуде. И что мы не провалимся, мы не уйдем минус дно, за дно. То есть будет чудо от Бога для Украины. И все спросят, как у вас это получилось так быстро восстановиться? А мы скажем, Господь сие соделал с нами. И вот этот момент всегда у нас был вот так, у меня. Но осень-зима пришло такое давление, что я как будто бы потерял эту перспективу. Я слушаю одного, ну, в гаджетах меньше надо сидеть и взрослым. Да, слушаю одного аналитика, другого политолога. И все как одно, война долгая, все так плохо. Тупик там-то, глухой кут там-то. И вы знаете, экономически вообще все никак. И я оказываюсь в ситуации, когда я как будто бы просто в смысле. Что мы напрасно, зря вот это все пророчествовали и так далее. Боже, а может на самом деле я просто, ну, с прихихетом такой, знаете. Как бы реально, не вижу реальной ситуации, реальность жизни. Что я вот это вот сам себя обманываю и людей настраиваю. Вот тот говорит так, и я так и говорю с Богом. Тот говорит так, они же умные люди, извините меня. Да, и что? А? В глазах своих. Ну, вообще они умные, что же они умные. И вы знаете, у меня выпало несколько дней в Карпатах. Я поехал туда с женой, и я так ждал этого дня, потому что этот момент уединения, эти деревья, лес, знаете. И я вот вышел, и говорю, Господи, скажи мне, а? Ну, дай мне, дай мне слово, что я не гоню, я не просто самообманом. Вот, знаете, аутотренинг вот этот вот. Я солнце, я солнце, мне жарко, я жарко. Когда, да, ты в одних плавках, в минус 30 на улице, аутотренинг, я солнце, мне жарко. Я солнце, и воспаление легких, и ушел. Да, солнце, солнце зашло, знаете. Я говорю, может, это я сам себя убеждаю. Господи, дай мне. А в такие моменты нам нужно слово от Бога. Слово от Бога, которое опять выстраивает пророческую перспективу, да, вот вид Божий, пророческий вид. И вот я хожу там, говорю, Господи, проговори мне, проговори мне. И вы знаете, внутри меня Псалом 84. Вот Псалом 84, иногда так Господь говорит со мной. Псалом 84, с 9 стиха. Я отберу телефон, гаджет, захожу, Псалом 84, и я обомлел. Давайте прочитаем. Послушаю, что скажет Господь Бог. То есть я слушал аналитиков, я слушал политологов, экономистов. И вот здесь вот Псаломопевец под вдохновением. А там выше тоже такая ситуация. Все плохо, плохо, плохо. А вот 9 стих. Слушай, послушаю, что Бог скажет. А Господь скажет, мир народу своему. И избранным своим. Но да не впадут они снова в безрассудство. Да, я впал конкретно в безрассудство. Так близко к боящимся его спасения его. Долго ли продлится война? Так близко к боящимся его спасения его. Чтобы обитала слава в земле нашей. Чтобы Божья слава обитала в земле нашей. Чтобы мы слышали, как люди повсеместно говорят, Бог помог нам. Милость и истина встретятся. Правда и мир облобызаются. Истина возникнет из земли и правда приникнет с небес. И Господь даст благо. Божья экономика рухнула. Будет ли у нас украинское чудо? Господь даст благо. И земля наша даст плод свой. Правда пойдет пред Богом и поставит на путь стопы свои. Когда я прочитал эти стихи, я обновился. Просто это внутри меня. Халлелюя. Появилась перспектива. Я стал видеть это. Как война закончится. Как мы будем торжествовать. Как все изменится. Все изменится. И наше украинское чудо от нас не уйдет. И этот пример пусть будет также лично для тебя. Это касается жизни каждого из нас, во-первых. Но и также я убежден, что это пророческая перспектива для нашей Украины. Будет вот так. И мы это с вами побачим. Давайте встанем на наши ноги. Итак, возможно, ты в состоянии, когда твой разум, он просто инертный сейчас. Тебе тяжело мыслить, думать и так далее. Возможно, ты даже физически чувствуешь усталость, тем более эмоционально. А этот Новый год, как бы, и не радует. Я не знаю, не радуешься. Типа там... Вы молодцы. Вы тут хоп-хоп. И все, перезарядились. Аллилуйя. Но знаешь, главное вот это вот хоп-хоп оставлять в своем сердце, когда ты идешь домой. Серьезно. То есть мы не должны быть людьми, которые от субботы к субботе живем. То есть субботу нас зарядили здесь. И мы ползем потом всю неделю. И доползаем. Но лучше так, чем никак. Но я сторонник того, чтобы мы жили в каждом дне победоносном. Славили Бога. Это обновит нас. Обновление жизни. И обновление в пророческой перспективе. Закрой свои глаза. Разрежь руку на сердце. Второй подними пред Богом. Если ты нашел себя в каком-то из этих трех пунктов. А однозначно ты нашел себя в каком-то из этих трех. А возможно сразу во всех трех. Помолись со мной так. Скажи, Отец Небесный. Я благодарю Тебя. За Твою благость и милость ко мне. Я благодарю Тебя, Господь. Что Ты простил все беззакония мои. Ты исцелил мне все недуги мои. Ты избавляешь от могилы жизнь мою. Ты венчаешь меня милостью и щедротами. Насыщаешь благостью желания мои. И обновляешь подобно орлу юность мою. Я благодарю Тебя. Скажи со мной так, Господь. Я благодарю Тебя за обновление моего разума. Я благодарю Тебя за понимание Твоей воли. Я благодарю Тебя за обновление моих эмоций. Моего тела. Я благодарю Тебя за силу. Идти и не останавливаться. Боже, я также прошу Тебя. Обнови мою перспективу. Дай мне увидеть Твою пророческую перспективу. Для моей жизни, для моей семьи и для нашей Украины. Во имя Иисуса Христа. Мой Бог, я благословляю народ Божий на этом месте. Я благодарю Тебя за эту благодать для обновления. Обновления во имя Иисуса. Я благословляю народ Божий в обновлении Твоего, Господь. Осознание, что Ты пастор. Ты направляешь, Ты ведешь. И Ты уже накрыл трапезу победы и перемоги. Ввиду всех наших врагов. Личных. И нашей страны. А всю славу, честь и хвалу мы отдаем Тебе. И помоги нам быть народом, который несет эту надежду и будущность. Для людей вокруг нас. Аминь. Благословения Божьих, народ Божий. Божьих, народ Божьих. Субтитры делал DimaTorzok